Рязанские грибцы завоевали медали чемпионата России в Москве. Он проходил с 11 по 14 августа. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 30 регионов страны. Заслуженный мастер спорта Евгений Луканцов в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров завоевал золото. На нашей дистанции в одиночке на 200 и вообще конкуренция очень высокая в России, потому что заезд длится всего 34 секунды с небольшим и разрывы минимальные. То есть у второго у Олега Гусева я выиграл 0,5 секунды. Ну, чтобы вы понимали, это полсекунды всего лишь. Очень многое зависит от готовности, ну и чуть-чуть играет роль удача тоже. Мастер спорта международного класса Олег Гусев стал серебряным призером чемпионата России. Сейчас у него, как у других спортсменов, очередная тренировка. Он готовится к следующим соревнованиям. Кубок братьев Агеевых в Москве будет проводиться. Там супер спринт 100 метров. Для этих мы делаем быстрые мощные отрезки. Сильное вложение в грибок и короткое время. Роман Ерлинеков завоевал звание чемпиона России 2020 на стаирской дистанции 5000 метров на конуе-одиночке. Он рассказал, что впервые за его жизнь выдались такие идеальные условия во время соревнований. Погода не подкачала. Он надеется, что и в будущем ему повезет. Для этого он прилагает немало сил. Нужно полюбить то, чем занимаешься. Нужно мучить себя, получать от этого удовольствие. Тогда будет результат. После чемпионата погребли на Байдарках и Каной в Москве состоялись очередные соревнования Кубка Президента. Артем Кананюк завоевал на них бронзовую медаль. В принципе, да, я доволен результатом относительно себя. Прошлогоднего я немножко добавил. И поэтому, в общем-то, вижу, что мне делать дальше и как дальше остановиться еще быстрее. Еще одна награда у Артема Воронкова, мастера спорта международного класса. На чемпионате России на Кубке Президента спортсмен-паралимпиец завоевал сразу две золотые медали. Надо отметить, что тренируются грибцы под руководством заслуженных тренеров России Владимира Натальи Тебенихинах, а также тренера Маргариты Тебенихиной. Мы поздравляем спортсменов и желаем им будущих побед.